Скорее всего, остановочный павильон находился в аварийном состоянии давно. Лавочка прожавела, на крыше мох. О том, что находиться здесь было небезопасно, говорят обрывки оградительной ленты. Свежие следы болгарки свидетельствуют о том, что опору просто спилили, а остановочный павильон положили на землю. Молодая мама Елена часто ездит отсюда в центр. Она рассказывает, ждать транспорт стало неудобно. Она уже неделю так валяется, никто ничего не убирает, не делает. Даже не знаем, что произошло. Даже если дождик, никуда не скрыться или ничего. Даже с коляской, не под крышу, когда два дня назад ураган был, дождь сильный. Не спрятаться, ничего, бежишь, как не знаю куда, с коляской, чтобы укрыться от дождя. Пожилые люди только растерянно оглядываются. На лавочку можно было хотя бы поставить сумки, пока ждешь транспорт. Теперь их приходится держать в руках. Посидеть тоже негде. Просто это вообще как-то так, тут грязь весь вид портит. Нет, это очень плохо, очень плохо. Не знаю, что кто-то так умудрился выдрать ее всю. Негде даже посидеть. Ни старым, ни маленьким. Даже бывают беременные женщины, негде посидеть. Остановочный павильон обещали отремонтировать. Жители Приокского надеются, что это произойдет до наступления дождливой погоды. Им не придется мокнуть каждый день в ожидании общественного транспорта. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова